Одна из главных достопримечательностей города, самая красивая в России набережная. Жители Октябрьского района хотят, чтобы она была еще больше, но в некоторых местах застройка подбирается вплотную к территории вдоль Волги. Что касается сегодняшней набережной, мы дальше ее будем продолжать. Мы сделаем еще более километра, почти полтора километра благоустроенной набережной. Строиться ничего на набережной не будет. Нет, не будет. Это запрещено федеральным законом. Горожан волнует и вопрос доступности спортивных площадок. Есть ли дворы, где более, ну можно квоту определить, потому что я как предложение, там 2,5-3 тысячи населения есть, и ни одной спортивной площадки, почему не сделать какую-то удобную? За последние годы количество спортплощадок при школах выросло в разы. К концу этого года в Самаре будет уже около 320 площадок с современным покрытием. Октябрьский район активно развивается. Как следствие, необходимо строить и новые школы. В районе уже нашли две площадки, на которых можно построить образовательные учреждения. В Самаре впервые за многие десятилетия начали возводить школы, которые отвечают всем современным стандартам. В Самарской области решаются давние проблемы благоустройства, строительства дорог и доступного жилья. В прошлом году регион вышел на первое место в ПФО по темпам строительства жилых домов. Одним из любимых мест отдыха в Октябрьском районе стал сквер мира вдоль Московского шоссе, построенный в прошлом году. Это действительно, вы знаете, я думаю, что это сейчас не только гордость этого района, в котором очень любят гулять наши граждане, но гордость нашего города. Потому что все, кто заезжает по Московскому шоссе, это центральная трасса, они видят эту красоту. Спасибо вам за огромную работу в Самарской области, за преобразование нашей территории. Я думаю, с вашей помощью мы выйдем в лучший регион России. На Ура в Октябрьском районе приняли программу «Цветущий город». Мы, жители Октябрьского района, в этом году участвовали. И видно, как преображается наш город. Можно продлить эту программу еще подольше, чтобы она существовала? Конечно. Очень хорошо. Красивый город. Самара преображается, и регион возвращает лидирующие позиции, несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию. В условиях, когда особо необходима сплоченность всех жителей. Большую роль здесь сыграют и предстоящие в сентябре выборы. Покажем, что мы едины, мы монолитны, мы все понимаем. И когда нам стало тяжело, мы объединяемся. У них выхода не будет, кроме как сесть за стол переговоров. И с учетом наших интересов, интересов России, начать вести все международные дела. Вопросов о предложении от горожан было много. Все они не остались без внимания. Такие встречи пройдут во всех районах Самары и области. Тема Арина Кравцова, Григорий Плешаков. События.